Тротуары никак не могут почистить стопроцентно. Родители первоклассников могут начинать готовиться к старту приема заявлений. И главный вирусолог страны рассказал, грозит ли нам еще одна волна коронавируса. Подробности в рубрике короткой строкой. До конца марта дорожники планируют очистить все тротуары в городе. Об этом сообщили в городадминистрации. Сейчас по отчетам дорожников скрыты 90% посадочных площадок и 60% пешеходных дорожек. В центральной части Кирова практически все тротуары очищены ото льда. В первую очередь работы проводились на участках с большим потоком пешеходов. К концу этого месяца при благоприятных погодных условиях планируем завершить очистку тротуаров и остановочных павильонов, сказали в ГДМС. Прием заявлений в первый класс в этом году начнется 1 апреля. До 30 июня будет организован прием заявлений кировчан, проживающих на территориях, за которыми закреплены общеобразовательные организации города, школы, гимназии, лицеи. 6 июля по 5 сентября пройдет прием заявлений родителей, не проживающих на территориях, за которыми закреплены общеобразовательные организации. Дети будут поступать туда при наличии свободных мест. Заявление можно будет подавать в электронном виде и при личном обращении в школу. Главный вирусолог центра имени Гамалии Анатолий Альтштейн назвал сроки окончания пандемии коронавируса. Профессор считает, что всемирная пандемия может закончиться уже в ближайшие несколько месяцев. Этому способствует высокий уровень как естественной, так и искусственной иммунизации населения. Благодаря этому уже к июню количество заболевших снизится настолько, что можно будет говорить о конце пандемии. В Кировской области число заразившихся снижается каждый день. За последние сутки выявлено 173 пациента с симптомами коронавируса. В Кировскую область с мест зимовки возвращаются перелеты птицам. Как рассказали Министерстве охраны окружающей среды, первыми в марте обычно прилетают скворцы, грачи, зеленушки, чижи, коноплянки, жаворонки и лесные голуби. Птицы пребывают волнами только при благоприятных для них условиях, в том числе при наличии пропитания и увеличении светового дня.